...предадлежащего романе города Мелитополя происходит где-то в Запорожье. Мы игнорировать, какие процессы не должны. Наоборот, должны единым фронтом выступить и показать, что тут есть общая думка по данному вопросу депутатства. Предоставлять право каким-либо третьим лицам в наших земельных вопросах, наверное, нет смысла. Я хочу узнать, какие предложения по данному вопросу у вас. Да снять и не рассматривать, пока не тут решение на голосовую. Я понимаю, что вы в курсе этого участка, что там есть накладка, мягко сказать. Вы обращались в прокуратуру, в суд, с тем, чтобы отобрать правособственности на незаконно выделенные кому-то, когда-то участок. Есть решение суда о том, что эти участки арестованы. Арестованы. Вот и все, дождемся решения. Наша позиция была следующая. Я вам следующее сказал, что мы на сегодняшний день, Мелитопольская миссия, она не принимала решение на отделение данных участков. А там они сейчас не находятся в пределах. Вот и вся позиция. Мы даем дозвол. Состояние будут люди. В этом году проекты отхода. Ради бога. Это все понятно. Вы мне скажите, публичная кадастровая карта Украины. Это официальная штука или нет? Официальная? На этой карте этот участок числится за кем-то в собственности. Ну, о чем мы дальше говорим? Мы же на одном языке говорим, Мелитопольский. Или на разном? Ну, все, по-моему, поняли. Алексей Павел Анатольевич, потом... Уважаемый депутат, уважаемая общественная, 18 июня мы этот вопрос заслушали на депутатской комиссии, Павел Станиславович этот вопрос докладывал. Я помню от Александра Николаевича очень такая жесткая реплика, что какие-то жулики из Госкомзема, из Запорожья вместо депутата приняли решение выделить кусок земли под каким-то мнимым оточником. И это неправильно. Надо показать пример как того, чтобы больше никто и никогда в жизни на землю городского совета без депутатов не посягал. Я помню, как Александр Николаевич очень жестко по ним выражался. Сегодня мне кажется, что он выступает в их защиту. Я все-таки сторонник того, что раз мы как депутаты не уделяли эту землю никому, то у нас есть возможность дать религиозной громаде, возможность отстоять эту землю в судах, контролирующих силовых органах. И, пожалуйста, пусть они эту землю используют по назначению. Но это должно быть решение депутатов городского совета. Сегодня мы им всего лишь даем возможность побороться за эту землю и разработать проект земля-кода. Когда он будет готов, он будет рассматриваться здесь на сессии. Мы будем принимать решение давать или не давать и будем слушать аргументы всех. И Александра Николаевича, и этих журников из Госкомзема, и всех остальных. И будем уже прислушиваться к тому или иному аргументу. Я предлагаю этот вопрос не снимать и голосовать за.